Сегодня около половины третьего ночи на Гагарина 20, вероятнее всего из-за поджога, заполыхал киоск по продаже хлеба. В процессе тушения пожарные расчеты обнаружили внутри мертвыми мужчину и женщину. Что делали там погибшие и почему вообще оказались в киоске, мало понятно. Середина ночи, время самое неурочное. Хлебный ларек на Гагарина торговал только в дневное время, с 9 утра и до 7-8 часов вечера. Сотрудники соседних магазинов бегали сюда в течение дня за булочками. Ночью ларек не работал. Возгорание и шум, прибывших на место происшествия пожарных машин, разбудил жителей окрестных домов. Кое-кто из бабушек в беседе с корреспондентами телевизионного агентства Урала утверждал, что незадолго до возгорания они видели рядом с потом загоревшимся киоском трех или даже четырех подростков. И не они ли это подожгли? Вот ведь молодежь пошла нынче. Не то что палец в рот не клади руку, оттяпают, а и вообще эту самую руку в их сторону не протягивай, сама отпадет. Ну и так далее и тому подобное. О чем еще могут говорить бабушки? Проезжавший мимо на уазике рабочий ударился в еще большую философию и дошел в рассуждениях до самого верха. Видишь, что сгорело? У нас дураков хватает, одни строят, третие даже деньги требуют, а четвертые жгут. Вот и все. Видишь, что у нас в России делается? Я вспомнил, что ты, знаешь, пришел к области такой же человек, который собрал вокруг себя, значит, мафию. И вот эта мафия народ и да, видишь, как народ, значит, живет в России? Это то, чтобы хорошо жили, надо нужного человека выбрать во главу. Кто именно поджег киоск, если поджог вообще имел место, и по какой причине загорелось, если поджога не было, сейчас будут выяснять соответствующие службы и органы личности погибших, пока не установлены. Непонятно вообще, работали ли они в ларьке, или просто некто, у кого были айс-то ларька ключи, пустил их туда переночевать. Такое тоже случается. Иногда, иногда мужчине и женщине просто негде уединиться. А тут все-таки какое-никакое хлебное место, дополнительные подробности по мере появления в последующих программах.